Утренняя симфония, именно так звучит сегодняшняя тема эфира. Анна Шамбанал, Дмитрий Соловьянов, мы творчески двигаемся дальше. Мы уже пообщались сегодня с руководителем симфонического оркестра, но все же о жизни коллектива никто лучше самих музыкантов не расскажет. Сейчас будем все-все-все тонкости узнавать. Поэтому у нас в гостях концертмейстер Челябинского симфонического оркестра Сергей Альфер. Сергей, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что же для вас быть частью Большого симфонического оркестра? Ну, для начала можно, в принципе, симфонического оркестра сравнить с такой большой семьей. У каждого есть какая-то своя функция. А если с точки зрения профессиональной, то быть частью симфонического оркестра — это получить какой-то опыт, получить какие-то определенные знания, например, поиграть в те произведения, которые ты в обычной жизни не поиграешь, если ты не часть симфонического оркестра. А вот если, простите, перебью, если семья, то, Адик Аскарович, папа, вы один из сыновей получили. Ну, старший, наверное. У старший сын. А вы были в оркестре классика или нет? Или вы вот в новом как раз симфоническом оркестре появились? И какие ощущения? Вы из Челябинска приехали откуда-то? Нет, я сам из Екатеринбурга. И, собственно, узнал, что будет конкурс. Приехал, решил попробовать свои силы. И как получилось влиться в этот коллектив? И вообще, какая атмосфера царит? Расскажите. Процесс еще идет? Процесс идет. Идет процесс какой-то притирки друг к другу, то есть понятие с точки зрения профессионального, кто как, что играет. Сергей, сейчас поможем вам, сейчас поможем. Скрипка это все-таки не единственный инструмент, правильно? Не одна скрипка в оркестре, а их несколько. Вот сколько у вас? Есть ли какая-то конкретная конкуренция? Чувствуете ли вы ее в оркестре? Но вообще конкуренция, когда в коллективе есть конкуренция, это хорошо. Это здоровый коллектив. В моей группе 5 пультов, то есть 10 человек. Конкуренция большая. Вы знаете, Сергей, мы знаем, что вы сегодня подготовили небольшую композицию, которую уже готовы исполнить. Все дети обычно устраивают каприз в детстве, а Сергей его дотянул даже до этого возраста. Поэтому каприз. Каприз погонения. Так, а давайте мы тогда с вами, вот вы сюда вставайте. Вот, вот, все. Вот, вот, вперед. Приготовились. Каприз. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Браво! Отлично! Спасибо вам огромное! Спасибо, что удовлетворили каприсы наших зрителей и 21-й каприсы Паганини одновременно. Присаживайтесь, пожалуйста. А мы пока напомним, что у нас сегодня в гостях, как мы уже поняли и услышали, гениальный Сергей Альферт, концертмейстер Челябинского симфонического оркестра. Спасибо вам огромное за выступление еще раз. Далее у нас сюжет корреспондента Натальи Старцевой. О том, как прошла презентация Челябинского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге. Это очень интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...